Этому водному конфликту не один год. Дачникам Кривой Балки и Сулакской зоны периодически перекрывают воду. По их словам, здесь высыхает земля и умирают посевы. Представители садоводческих товариществ винят в этом предприятии садовник, которое должно обеспечивать местность водой. Я сажаю, смотрю, у меня морковка вообще посохла. Семь штук вылезло и все. Я не могла поливать. А мне бегать с лейкой очень тяжело. Там воды вообще мало, только для питья. И приходится их вообще не поливать. Но это же мой напрасный труд. В свою очередь представители предприятия садовник говорят, дачники виноваты сами, не вносят платежи. Кроме того, на плечи поставщика поливной воды выпадает множество обязанностей. Выполнить их в созданных сейчас условиях все сложнее. По документам у нас семь насосных станций, в том числе и полет. И прибыль из него извлекают они, а у нас ничего нет. Налоги садятся на МУП, заработная плата садится на МУП, электричество садится на МУП, долги. И изнашиваются тоже МУПа, трубы и насосные станции. Мэр Махачкалы Салман Дадаев решил лично разобраться в ситуации. Призвал все заинтересованные стороны к диалогу. Ваши взаимоотношения с МУП садовник. У меня есть две разные позиции. Я хотел бы послушать сейчас непосредственно и эксперт УКС, потому что ваши обращения поступали ко мне, непосредственно объяснительные поступали. У меня комиссия по этому вопросу разбиралась. Для принятия окончательного решения мне нужно более подробно в этом разобраться. Выслушав обе стороны, было принято решение сформировать специальную комиссию. Эксперты должны будут выехать на место и провести всесторонний анализ. Окончательные выводы будут сделаны после проверки. Я бы предложил вам и вам, и вам, Мурат, рассчитать объем воды и заложить определенную составляющую доходную на содержание этого всего, для того, чтобы это было безубыточным. Чтобы вы могли платить и зарплату, и содержать трубы, и платить налоги. Для всего для этого у вас есть должна быть эффективно рассчитанная стоимость этого всего. Провести опрос, поднять документы, проверить фактическую инвентаризацию, провести, сверить платежные документы, расходные обязательства. Участники встречи озвучили мэру еще одну просьбу продлить маршрут Махачкала-Кривая балка, чтобы представители 17-ти товариществ могли пользоваться маршрутными такси. Салман Дадаев лично постарается разрешить ситуацию. Патимат Ханап, вам Мурат Бигбарзов, новости ННТ, Махачкала.